Сегодня же мы поговорим об оставшихся трех эпистемах, и ключевой из них, первой и наиболее важной, возможно, является эпистема классицистского или классического века. Это не совсем восемнадцатый век, это более обширная эпоха, эта эпоха захватывает большую часть семнадцатого столетия, и фукою ее именуют классическим веком, хотя длилась она не столько лет. Для нее ключевым определением я выбрал определение таксономии. Но сейчас нам очень сложно помыслить вообще, что бы то ни было вне таксономии или дескриптивных систем, мы мыслим через них просто все. Мы располагаем, систематизируем и видим, прежде всего обращаем внимание на различия, а не на сходства. Это ключевое отличие эпохи классицизма от эпохи возрождения. Тогда человек во всем видел сходства, или так называемые приметы, как их называют в том числе и процесс. То есть, исходя из примет, из похожести чего-то на другое, человек делал заключение о том, что это есть некое послание божества к нему, слово, запечатленное в творении, которое обозначает, какую функцию выполняет этот предмет по существу. То есть, если человек находит корень, который похож на нос или на ухо, это значит, гарантированно, что с помощью этого корня можно лечить нос или ухо. Во всем человек видел обращенное к нему слово творца, и не было никакой разницы между текстом, это мифом, и самим миром. Уж ты то и другое было слово Бога, ты человек. Мир – это тоже было всего лишь слово. И переход на классицистскую эпистему наиболее радикальным является разрывом. То есть, между ними разрыв просто принципиальный. В одном случае мы видели и обращали внимание, прежде всего, на сходство, в следующую эпоху обращаем внимание только на различия. И вот этот катастрофический разрыв запечатлен в одном из самых важных романов для европейской культуры – в романе «Дон Кихот». То есть, «Дон Кихот» написан уже в классическую эпоху с точки зрения Фуко. Классицистский век. И он высмеивает персонажа, который во всем видит сходство. То есть, он не видит… В чем проблема «Дон Кихота»? Он не видит разницы между текстом и реальностью. И в этой самой реальности видит только сходство, но не видит различия. То есть, в данном случае это значительно более глубокое произведение. Это произведение социально-критическое, глубоко социально-критическое, а не просто некая занимательная история. И интерес этого, глубина этого произведения кроется еще и в том, что автор относится к персонажу сочувствием. То есть, в принципе, он считает, что прекрасно, когда можно было так мыслить, когда мир строился. Таким образом. Или когда мы считали, что мир строился таким образом. Но сейчас это невозможно. А значит, не существует никаких естественных систематизаций. То есть, не существует в природе ничего, чтобы было обращено к нам слово. А само слово, которым мы навекаем те или иные феномены, является инструментом. И от того, как мы его переорганизуем, дадим мы тому или иному классу другое наименование, организуем в другую систему, это только вопрос удобства обращения с материалом. Эта идея впервые возникает именно в эпоху гласицизма. Появляется знаменитая грамматика по рояле. Первая базовая, базовые концепции по грамматике. Если бы ни эта школа, не было бы никогда с Ассюрой. Хотя там между ними разница весьма приличная. Но, по большому счету, все, что было по рояле, грамматике, грамматике имело весьма опосредованное отношение. В эту же эпоху складываются все знаменитые систематизации. Ну, самые знаменитые из них линеевская систематизация. И Бифон, и Линеи живут в классический век. И они как раз и предлагают то, что в это время называлось методом и то, что называлось системой. С современными методами и системой не имеют ни малейшего отношения. Сейчас очень много методов и много систем. Тогда система и метод было одним. Ну, у меня аналитика Декарта еще. Да, да, и, конечно, картезианский субъект сюда же относится. И много других весьма примечательных вещей, о которых я еще скажу. Так и вот, в чем суть системы и метода? В одном случае мы располагаем изучаемые объекты по минимальным отличиям. Потому что одно из ключевых понятий классицизма – природа непрерывна. То есть, значит, если мы нашли цветок, у которого, предположим, 5 тычинок, а у другого, аналогичного, ближайшего, который мы нашли, 7 тычинок, это значит, что мы должны в своей табличке оставить зазор. Если даже мы не нашли еще цветок с 6 тычинками, мы все равно должны оставить под него место. Даже если мы никогда его не найдем, потому что с точки зрения классической логики природа непрерывна. А это значит, что может быть такой артефакт, например, колода карт, которая будет отличаться от другой колоды карт одной единственной деталью. Представляете? То, что немыслимо для эпохи Ренессанса. Для эпохи Ренессанса, если эта карта отличается половиной арканов, это будет та же самая колода. Если колода отличается половиной арканов, это все равно та же самая колода. Вот там аналогия, здесь аналогия, там видят сходство. А здесь, даже если будет отличаться несколькими деталями, это уже достаточно далекое. И не случайно, что именно в эту эпоху складываются каноны Таро. Ну, мы знаем классические каноны, это марсельский канон и бизонсонский канон. Два классических канонов Таро. И впервые колода Таро становится системой. Говорить о системе Таро в эпоху Ренессанса не корректно. Это набор, компензию, если хотите архетипов, но не системы. Поэтому архетипы могли переставляться местами. Что из колоды в колоду кочевало сплошь. Это было абсолютно нормально. От этого колода не переставала быть самой собой. Более того, никто не отвечал и не делал принципиальных различий между Минкеатой, где около 40 арканов, и колодой Таро, где вдвое меньше арканов. Это было одно и то же. Это графическое, визуальное выражение упорядоченных архетипов, или образов, как их тогда называли, или фигур, что более точно. Точно, потому что в эту эпоху слово символ, если использовалось, то использовалось исключительно в религиозном смысле, как символ веры. И все, что имеет к нему отношение. Символом в это время вы слова не встретите в оригинале латыни. Чаще всего используют слово фигура. Вот фигура это то, что мы сейчас называем символом. В это же время впервые появляется алфавитный порядок как основа. Почему? То есть, если любая система это то, что просто должно создавать нам максимально комфортное и быстрое обращение с материалом, значит, нужно упорядочить не в согласии с тем, как оно расположено в мире, а в согласии с тем, как это максимально быстро можно найти. И именно по такому принципу строится знаменитая энциклопедия Дени Гедро, которая выпускается в середине 18-го века, очень долго, 30 с небольшим летом она выходит, с 51-го по 80-е, 30, значит, ровно 30 лет. И это было первое всеобъемующее, всеохватное изложение знаний о мире, расположенное в алфавитном порядке. До этого, если мы обратимся к одной из ключевых энциклопедий века предшествующего, 17-го, это иероглифика Ромейна де Хога, очень такой авторитетный труд в области искусствоведения, это гравюр известный, так у него вся информация, которую он собрал о мире, о символах, о знаках, расположена в порядке от сотворения мира. Это как раз типичный стандартный порядок Доди Гедро. То есть нам очень непривычно сейчас искать в энциклопедии в хронологическом порядке, но если это только не исторические, да, бывают в исторических энциклопедиях, так все-таки делают. До этого это был нормальный порядок, либо еще чаще использовался порядок по семи планетам древних. Или по наукам и искусствам. По наукам и искусствам, то есть по каким-то, так скажем, категориям, которые считались естественными, которые считались соответствующими действительному мегапорядку. И энциклопедия была неудобным средством обращения с информацией, а, естественно, некрокосмом, тем, что собирала в своем тексте весь мир. В алхимии происходит то же самое. Это наиболее интересно, наиболее показательно. То есть если алхимики предшествующих экох располагали свой опус в порядке стадий, или по планетам древних, или по субъективному видению делания, как такового, его реализации, ну классический пример это 12 ключей Василия Валентина, наиболее емкий пример, лаконичный, то если мы обратимся к такому алхимику видному 18-го столетия, как Доман Антуан Пермети, то его мифогерметический словарь, он уже как называется, мифогерметический словарь, дает опус в алфавитном порядке, не в порядке его прохождения, а в порядке алфавитного соотнесения, всей информации, которую он знал о алхимии, в традиционный формат энциклопедии. Причем любопытно, что этот труд выходит в 58-м году, то есть это вот-вот фактически нога в ногу с Дидро. Это не то, что когда метод Дидро уже устоялся, это говорит о том, что Дидро не был столь революционер, столь революционно настроенным, это говорит о том, что его метод отражает саму эпоху, ее суть. Аналогично поступали даже алхимики. Ну понятно, что сейчас он представляет значительно меньший интерес, да, как таковый, как алхимик, если там и расположен, просто алфавитном порядке. То есть по удобству нахождения материала, а не по его семантическому родству. Ну почему он говорит, что алхимия заканчивается в 17-м веке? Да, естественно, так как алхимия не была наукой, алхимия была скорее типом мышления, основанным на аналогии, естественно, с приходом классицизма, она накрывается медным тазом просто сама по себе, как таковая. А если Пермити мог этим еще пользоваться, потому что он знал реальный процесс опуса, да, то когда сама логика опуса утрачивается, по алфавитному его изложению мы не получим ничего. И чтобы показать, насколько на самом деле метод, к которому мы привыкли, то есть таксономия может быть парадоксальной, просто таксономия может быть совсем не такая, которой мы пользуемся. Для человека эпохи Ренессанса будет очень странно, что мы в приоритет ставим начальную букву слова. Ведь это странно, согласитесь? Когда рядоположенные явления, например, какая-нибудь анахонда и кацалькатль, будут расположены даже в разных энциклопедиях. А тогда они были бы подряд. Змеи-змеи, мифическая змея, не мифическая змея, ураборос, никакого значения не имеет. Так вот, такой писатель, как Борхес, в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, создает весьма примечательный рассказ «Аналитический язык Джона Лилкинса», который якобы воспроизводит цитату из китайской энциклопедии. Является ли это действительно цитатой утраченного источника, либо это было создано самим Борхесом, не имеет ни малейшего значения, потому что ему удается создать совершенно потрясающую таксономию, которая полностью нарушает привычную для нас структуру расположения материала. И так как Борхеса цитировали целый ряд видных мыслителей, в том числе Мишель Пуко, я приведу вам этот весьма любопытный пример, просто чтобы показать, что наше мышление тоже может казаться странным. Так вот, в этой энциклопедии предлагают разделить животных на соответствующие подгруппы. А. Принадлежащие императору. Б. Набальзамированные. В. Прирученные. Г. Молочные поросята. Д. Сирены. Е. Сказочные. Сирены, очевидно, на самом деле существуют. Ж. Бродячие собаки. З. Включенные в эту классификацию. И. Бегающие, как сумасшедшие. Г. Бесчисленные. Л. Нарисованные тончайшей кистью из верблюжьей шерсти. Н. Прочие. Н. Разбившие цветочную вазу. О. Издали кажущиеся мухами. Обязательно. О. То есть что делать с бродячими собаками, принадлежащими императору, которые бегают, как сумасшедшие, разбили цветочную вазу издалека, кажутся мухами, да, остается загадкой. Но гений Борхеса здесь выражается в том, что он показывает, что на самом деле любая систематизация носит весьма и весьма условный характер. Просто мы к такому типу мышления привыкли, мы к нему приучены, и для нас оно кажется естественным. Гриша, это бы современная наука выросла, получается? В принципе, да. На таксономии основана современная наука, потому что именно с эпохи классицизма, с Декарта, в это же время как раз впервые появляется эмпирический метод доказательства в науке, современная наука. Принцип индукции оттуда же, да? Да. Ну, Фукоорис вводит принцип эмпирического доказательства из инквизиции, что впервые метод этот применяется в инквизиции, но сбрасывают в воду, если утонет, значит не ведьма. Если всплывет, значит ведьма. Это из-за этого мы до сих пор научимся. То есть на самом деле экспериментальная база впервые была применена именно в инквизиции. То есть до этого нужно было найти соответствующее место у Голиана. Если Голиан написал, что живет там олень 300 лет, значит живет. А если я тут умер, значит больной был олень. Понимаешь? А начиная с инквизиции, уже недостаточно найти у отцов церкви приметы ведьмы, да? Нужно поставить эксперимент. Понимаешь? Если всплывет, значит ведьма, а если утонет, значит не ведьма. Понимаешь? И поэтому вся современная наука, естественно, основана на классицистской модели мышления. Что в это время мы наблюдаем второе? Тоже тотальную систематизацию. Это, я уже говорил, две системы классические. Это Марсель и Бизансон. Вот. Системы, которые отличаются столь малым количеством деталей, что кажутся нам дождественными. Это восемь разных колод. Это Марсельская школа. Как вы видите, внутри Марсельской школы изменения очень незначительные, прям совсем незначительные. Внутри Бизансона чуть-чуть больше. Все-таки все эти четыре карты имеют разную раскраску цветовую. То есть художник выражал себя не через переосмысление образа, а через мелкие детали. Через мельчайшее видоизменение образа. И умение добавить всего один единственный штрих, и этим изменить концепцию, и было высшим проявлением мастерства. Если вы берете классический образ, да, там, не знаю, образ Суда Соломона. И вот с такой ракурс его даете, что он приобретает некое иное звучание, то вы настоящий мастер. А не просто, что вы переделываете всю композицию в целом. Это не значит, что в восемнадцатом веке Таро становится, входит в фазу стагнации. Ничего подобного. Если нужно было изменить принципиально что-то, художники на это шли. И в том же Бизансонском Таро арканы Папесцы и Папы меняются на совершенно другие. Да, там, Гегестия и Ивак. То есть мы имеем совершенно другие образы. Вот. Но если принципиального изменения не требовалось, художник пользовался Колономом. А комментарий и смысл, например, вот карта, она в одном случае в красном, в другом в синем. А интерпретация при этом менялась? Интерпретация, я думаю, должна была меняться. Потому что именно мелкие детали выражали очень-очень важные составляющие. А текстов не осталось? Текстов не осталось. Первый текст, предпосланный именно к колоде конкретно, это текст Эйлы. Вот. Ну, можно говорить о Жабелине, но Жабелин не был картамар. Да, он был все-таки энцепребедистом. То, что ему нарисовала некая мадемуазель Лено, да, это ни в коей мере часто не соответствует с описанием, которое идет у него. Это просто некие карты в качестве примера, что такое старшарка. И не было. Ага. Ага. Дело в том, что интерпретировать их с точки зрения юнгианской психологии тоже не представляется возможным, ибо цветовая символика была совершенненна. Например, самым теплым цветом был синий. Вот. Потому что синий – это воздух, а воздух сухой и не теплый. Вот и все. Конец доказывается. Поэтому, когда он читаешь какие-то тексты, посвященные там средневековому особенному изображению, какому-нибудь великолепному чистослову герцога Берийского, говорит, что вот все в синих холодных тонах решено, это вызывает только улыбку от некомпетентности того, кто обращается с этим текстом. Потому что синий, естественно, самый теплый свет для этого. То, что синий станет холодным, это скорее где-то с середины 18 века. А это колоды, как правило, более ранние. А вот. Или пользующиеся каноном более ранние. Ну, классический Марсель складывается все-таки в 17 веке. Что же касается ключевой колоды 18 века, то я считаю, что это Таро, египетская Тароидель. Почему? Потому что именно ему принадлежит тотальная систематизация. Это человек, который впервые делает колоду энциклопедией. Энциклопедией оккультизма. Как это назовет в последующем гон. Поним? Он включает сюда тетраграмматон, буквенную каббалу, античных богов и богинь, четыре стихии, все знаки зодиака, четыре кардинальные добродетели, масонский, отчасти алхимический символизм, иудео-христианское учение «Семи дня творения», а также классический карточный двор и весьма надруженный символизмом «Малый Аркан». Но здесь, в принципе, пользуется золотая заря, а тем не менее ее относится к другой системе, потому что то же самое. Конечно, об этом я буду говорить. Не путайте карты, золотая заря появится через сто лет. То есть, типа, она раньше на сто лет была. Тогда все было в порядке. Но она появится через сто лет. И, естественно, Вайт очень сильно основывал свою колоду на именно интерпретациях Этейла. Хотя отличие там, на самом деле, тоже радикальное, просто радикальное между Этейлой и… Второе ключевое понятие для классической эпохи, помимо того, что природа непрерывна, это требование наглядности, очевидности. Поэтому, если какая-то наука и может отражать дух эпохи, то такой наукой в это время является ботаника. Это то, что наглядно полностью. Для него даже препарировать растение не нужно, чтобы основные его составляющие… Вот система размножения, вот ствол, да, вот корень. Можно выдернуть цветок, выдернуть растение, и мы видим его в полную. Он дан весь. То есть, если для предшествующей эпохи, эпохи возрождения, наверное, ключевой все-таки является алхимия, как тип мышления, алхимический, да, тип мышления. Если для предшествующей эпохи средневековой ключевой наукой является теология, вот, то здесь таковой является именно ботаника. По крайней мере, эту позицию занимает Мишель Фуко, наиболее авторитетный, да, специалист конкретно по классическому делу. Поднимал колоссальное количество текстов, именно принадлежащих классической эпохе. Его диссертация «История безумия в классическую эпоху» тоже обращена этой теме. Так вот, что из этого следует? Наглядность. Когда Этейло стал собирать сведения об арканах, что они значили, его, как мне кажется, прежде всего должно было удивить то, что одна и та же карта, ей приписываются очень многие разные смыслы. Для классицизма это не годится совершенно. Но Этейло, как классицистский ум, он не хочет переначать все, да, он не хочет изменять, он хочет обобщить и систематизировать. А это значит, что нужно найти какой-то гениальный ход. Как это сделал Линей, как это сделал Грифон, да, и Этейло его находит. Прямое и перевернутое положение. В прямое он соотносит все значения, которые не противоречат друг другу, и перевернутые опять те, которые не противоречат друг другу. Противоречие между прямым и перевернутым не считается, ибо оно наглядно. Мы видим, что это так, и мы видим, что это такое положение. Это совершенно гениальный и только классицистский ход. Несмотря на то, что комода Этейло появляется на пороге Великой Французской революции, да, это конец 80-х годов, тем не менее, это как-то до мозга костей классицистская. Она обобщает всю классическую модель мышления. Что же происходит дальше? Дальше происходит весьма интересное явление. Я сейчас пропущу, наверное, отличие классицистской романтической, то есть 19-го века системы и современной системы, потому что я сейчас познакомлю вас с той логикой, как это представлено в работах Фуко. Я на самом деле с ними не совсем согласен. Не то, что я им противоречу, да. Я достаточно, основная гипотеза моего исследования, это, во-первых, то, что я соединяю концепты Бадрияра и Фуко, а во-вторых, то, что я показываю, что они функционируют несколько отличным образом, чем они описаны у этих авторов, что исключает ту критику, которая была обращена Фуко. То есть вся критика, посвященная Фуко и Бадрияру, бьет, на самом деле, в одну и ту же точку, которую мне удалось обойти. По крайней мере, как мне кажется, удалось обойти. Поэтому сейчас я сначала познакомлю вас все-таки с классическим пониманием эпистем, а потом мы рассмотрим вопрос о том, как дела обстоят на самом деле. И именно это и даст нам ключ к отличию между Этейлой, Уайтом, Кроули и современными колодными этапами. Принципиальным отличием. У Фуко, к сожалению, этого сделать не удастся. Ну, как я понимаю, у вашей системы все-таки Уайтом и Кроули, они одноположны. Не совсем. Не совсем. В том-то все и дело. То есть отличие будет заметно сразу же, но они относятся к одной эпистемии. Просто это эпистема специфическая. На. Итак, мы переходим ко второй эпистемии. Эпистемии не совсем даже 19 века, сложившейся в 19 веке, но захватывающей и добрую половину 20-го столетия до утверждения масс-медиа. То есть до утверждения виртуальной реальности не в смысле компьютера, а в смысле того, когда семиотический знак становится преобладающим над самой реальностью, когда мы, точнее, утрачиваем веру в существование самой реальности. Реальность там дана только в виде знака. А значит, разница между знаком таким, между словом, да, и между знаком, который мы якобы видим в реальности, не столь существенной. И то, и другое является элементами одной и той же системы. Это оцифрованное все. Да. Это реальность симуляторов. Это реальность второй половины 20-го века, в коем мы сейчас благополучно и пребываем. Так вот, что такое эпистема, сложившаяся в 19-м веке? Я обозначил ее эпистемой рынка. Почему? Потому что для этой новой эпистемы перестает играть хоть какую-то роль, хоть сходство, хоть различие. Пока это нельзя показать. То есть, оно либо работает, либо не работает. Если оно не работает, значит, это умозрение в том и в другом случае. Философия метафизики, которая существовала с эпохи Фалеса Миленского, да, и ее окончательными высшими образцами является философия Гегеля, да, приходит благополучно конец, и ее сменяет философия прагматизма. Получается, эта новая эпистема обращена к совершенно иным моделям. Классицизм хотел выстроить одну единую систему отношения человека к миру. Идеальную, безупречную систему, наиболее удобную, при помощи которой человек и будет сосуществовать с миром. Новая эпистема предлагает совершенно иное мировоззрение, мировоззрение тотальной мобильности, где уже не система, а ситуация определяет наличное отношение вещей. Ее классическими выражениями являются капитал в экономике, то есть, ну, предшествующая экономическая система, это система анализа богатств. Марс показывает фантастическую относительность всех этих понятий. Невозможность разложения на составляющие чего бы то ни было, да, и их значение только внутри сложившейся системы. То есть, мы не можем рассматривать отдельно прибавочную стоимость, да, мы не можем рассматривать отдельно тот же капитал, как феномен, да. То есть, для того, чтобы раскрыть, что такое капитал, Максу приходится задействовать, по сути, весь экономический фундамент, вообще все, что входит в понятие экономической теории, как таковое. Того времени. А? Того времени. Того времени, естественно, того времени. Вот. И отличие это от концептов анализа богатств, которыми промышляли экономисты восемнадцатого столетия, радикально, просто принципиально. Ну, и отсюда же понятна критика Максом Фейербаха, да, потому что, по большому счету, Фейербах пытается просто добавить понятие динамизма как одной из составляющих систем. То есть, оно включает на правах таких же понятий, как все оставшиеся, да, Макс же вводит совершенно иную логику, которая в наиболее в полной форме своего выражения будет высказана уже Эйнштейном в теории относительности в начале двадцатого столетия. Поэтому теория Эйнштейна, безусловно, не является современной, то есть, современной нам, да, это теория, которая, как вот колода того для эпохи классицизма Эйнштейна, да, в конце появившейся и суммирует все и вся, так же теория относительности Эйнштейна демонстрирует логику эпистемы девятнадцатого века. Не существует ничего сложившегося как система, существует ситуация, которую нужно анализировать, исходя из взаимосвязи всех составляющих ее элементов. И как это отражается на картах? Ну, как на этой жизни отразилось, понятно, да, появляются по большому счету все существующие науки в том виде, в котором мы их знаем сейчас, которых до этого еще не было. До этого были науки, в основном, основанные на таксономии, да, на систематизации. Появляется эволюционистская теория, появляется археология, как уже наука современного типа, гуманитарные науки, как блок, да, наук. То есть, все, что мы знаем, как современное знание. Что происходит в это время в картах? В картах происходят две прямо противоположные вещи, две прямо противоположные тенденции. Одна из них весьма и весьма хорошая. Они набирают колоссальную популярность. Они получают совершенно колоссальное распространение, потому что в эпоху XIX века все, что можно продать, получает колоссальное распространение. С другой же стороны, мы наблюдаем никогда ранее не встречавшуюся профанасу. Это связано и с огромной популярностью мадам Ленорман, и идущие от нее огромного количества оракулов, появляются оракулы в колоссальных объемах. Это связано и с тем, что колоды начинают продаваться по типу привлечения максимум возможных покупателей. Если раньше колоды были обращены, грубо говоря, к специалистам, к масонским ложам и так далее, если верить тому же Леви, а там есть весьма важные аргументы, то масоны в XVIII веке уже активно пользовались арканами. Если не пользовались картами, то пользовались их символизмами. Для XIX века массовым покупателем, естественно, является буржуан. А значит, его нужно чем-то заинтересовать. Если у него уже есть одна колода, ему можно еще одну продать. А что для этого нужно сделать? Ну, чтобы она была не похожа. А лучше вообще туда смешать все, что только возможно. Тогда можно найти, то есть, издав всего одну колоду, максимальное количество потенциальных покупателей привлечь. И появляются очень-очень смешные колоды, их много. В XIX веке очень сложно даже отличить игральные карты от колод второй, от оракулы. Потому что в игральные карты начинают включать фигурные изображения. Их очень много, карт с фигурными изображениями. Но очень много карт того, уже похожих на оракулы. И наоборот, оракулы, которые занимают некую промежуточную позицию между игральными и того. То есть, это тотальное смешение всего. Но одним из... Я вам покажу просто несколько примеров, да, потому что проанализировать XIX век, это значит применить к нему неверного методолога. Вот. И поэтому я просто покажу конкретные ситуации. Ибо на ситуацию он был рассчитан. А. В XIX веке начинают популярны быть зеркальные карты. Расцвет свой они приобретают, игральные карты, зеркальные, то есть, те, которые вы знаете сейчас. Да, с перевернутым изображением двора. Вполне возможно, что здесь сыграла свою роль некая толерантность к противнику. Не иерархия средневековья, да, но после Великой Французской революции некое равное отношение к играющим. То есть, с той и с другой стороны, карты выглядят абсолютно идентично. Так как такие карты набирают колоссальные... Как они могли играть, тогда их просто отменить. Нет, они не с рубашкой, там у нее есть. Но как современные игральные карты выглядят? Тут дамы, и здесь дамы. Вот, зеркальные карты. А. Так вот, так как такие карты имели колоссальную популярность, то их решили применять к торопу. Ну, но, естественно, в эпоху 19 века больше думают о коммерческой выгоде, чем о некой логике. Ну, и появляются весьма интересные примеры. Я вот люблю особенно вот этот. Я знаю четыре колоды с таким повешенным. Более того, я вам скажу, что это гримо 1880 года. Это серьезное издательство. Ну, рожек даже от него не остались. Это немножко. Также в 19 веке набирает обороты популярность всевозможных восточных ориентальных культур. И, естественно, все, что только было известно о восточных культурах, надо было разместить и в картах тороп. Ну, вот мы видим здесь такого шута. Не знаю, он то ли китайский, то ли китайский в представлении того, кто это рисовал. Ну, в общем, он национальный. Он не совсем симметричный, по цветам отличается. И здесь тоже речь идет о некой зеркальной колоде. Но... И вот эта серединка там есть, смотри. В данном случае он еще явно выражен ориентально. Ну, то есть, опять же, это не играет на смысловой составляющей карты. Карта выдержана абсолютно в марсельской традиции. Там тот же самый порядок. Но... То есть, получается, карты теряют сакральное содержание, да, и наполняются ежесекундным, да, неким смыслом, лишь бы это можно было продать. Появляется огромное количество колод однодневных. Ну, вот, например, мне вот такая нравится. Это президент. Как в него играть, я не знаю, но карта такая есть. Она хранится в библиотеке Парижской национальной. А очень сложно сказать, это не игральные явно карты. Здесь можно сказать, что это либо какая-то специфическая игра, с участием, да, в таких картах, либо это араху, но с большей долей вероятности нечто среднее. Или аналог императора, может быть? Нет, нет, там почти весь парламент приведен, но... И... Но это не аналог игральных картах традиционных. Это некий совершенно абсолютно уникальный феномен, рассчитанный вот на привлечение внимания. То есть, мне не удалось по этой игре найти ничего. Знаете, что просуществовало у нас совсем недолго. Либо, как вы видите на соседней карте, нужно разместить на архам все, что только автор знает о бухгалтизме. Там полезные растения, какую-то ситуацию, да, тут же карту игральную, которой она соответствует, алхимический символизм, астрологию и, конечно же, алфавит. Это какая карта? Это одна из версий Ленорман. Астрологическая колода Ленорман с 54-х. Вот. То есть, это не та колода, которой пользовалась Ленорман. Ленорман пользовалась колодой игральной и колодой Таро. Да. Ну, более того, у меня даже есть фотокопия колоды Таро, ее, которую она использовала, с подписанной от руки смысловыми значениями, которыми она пользовалась. Эта колода сохранилась на том, что Парижская национальная библиотека на поле. То есть, это уже после-мармановские колоды, так же, как и после-тейлорские колоды, в больших количествах кладящиеся, они уже не имели к этой традиции никакого, или почти никакого отношения. Либо появляется большое количество оракулов, где не предполагает уже знания никакое. Ну, то есть, если для того, чтобы пользоваться ритейлой, нужно было очень-очень много чего знать, то здесь все написано. Выбало. Читай. Здесь, как мы видим, связь с Хиромантией. Да. Эта колода завязана полностью на Хиромантию. Все ее карты соответствуют тем или иным линиям на руке. И другая колода, это то, что мы больше уже знаем по колоде Уайта, где каждая карта изображает ту ситуацию, которая является ее смысловым значением. Не Уайта, в первые? Ну, впервые малые, рисованные, это вообще Соло Буско, даже 15 лет. Именно на нее опирался Уайт. Но до Уайта оракулов, изображающих ситуацию, было очень. Это не тороп, повторюсь. Это не пойми что, это нечто похожее на все сразу. Вот. Но карты, как видите, номер 50, да. Карта, изображающая вот путешествие. Оно написано, для тех, кто не поймет по картинке, еще подписано, что это путешествие, что это вояж. Там приведена карта игральная, соответствующая данной ситуации при гадании. О. И картинка, изображающаяся, вояж. А. Десятка мячей, дрога, или пик? Нет, это бубна. А, это бубна, это пусть невинанская, бубна, да. Странно. Вот аналог игральных карт 19 века. Как видите, они теряют принципиальную разницу между торой. Здесь тоже намешано большое количество символов. Здесь, скорее, не символон Геройдика. Здесь, это как раз карты русского императорского общества. Это Россия. Здесь разные области. Губернии с их гербами, национальными костюмами, краткой сводкой. Эти карты использовались для игры. И вот еще весьма интересные карты. Здесь музыкальные пьесы. О, понятно, что никаким образом по смыслу они не соответствуют этим, как бы, картам. Здесь они просто расположены мотивы, первые мотивы популярных в то время мелодий, которые должны были повысить интересы публики к приобретению этих колодок. В следующий раз можно было разместить там с известными актерами драматического театра, такие колоды тоже были, с модными костюмами и так далее. Именно в эту же эпоху возникают всем известные эзотерические колоды, самые известные эзотерические колоды, и выделить их принципиально от этих карт по смыслу не удается никаким образом. Просто они были рассчитаны на приобретение совершенно определенных контингентов, то есть эзотерических обществ. Поэтому, несмотря на то, что они по смыслу и по качеству, по содержанию, по глубине отличаются от подобных карт значительно, хотя не всегда от них отличаются в лучшую сторону по качеству изображения, потому что я вам показываю великолепные карты по качеству изображения в том числе, но они были рассчитаны на определенного потребителя, на масона, на члена общества «Золотая заря», или какой-то французской оккультной организации, как Таро Вирта, каббалистическая Таро Вирта, которая появляется раньше всего, в 19-м еще столетии. И подобную тенденцию, на первый взгляд, можно наблюдать и сейчас, но это только кажется. Это только кажется. Чем принципиально отличается современная эпоха от эпохи рынка? Современная эпоха, это эпоха симулякров, я вам подобрал в качестве картинки, самый известный труд Жанна Бодрияра «До симулякров и симуляции» это фрагмент, принт-скрин первой матрицы, где эта книжечка сама является симулякром, ибо она является книжечком. И более того, она является симулякром в два раза, потому что ее открывают на середине, и первое, что мы видим, это голова, которая расположена в конце этой книги. Это последняя книга. В какой сцене она находится? Это начало. Не скажу точную, хроналометраж этого фильма можете просто ввести в гугл «Бодрияр симулякров и симулякции» в «Матриц», и вы получите точный фрагмент этого фильма, чтобы приобщиться, так сказать. Это было дань уважения. Вачовские, к их первоисточникам, к тому, на что они прежде всего опирались. Жан Бодрияр, в отличие от Фуко, дожил до эпохи интернета. Он умер относительно недавно, поэтому его концепция, не скажу, что она актуальна, в строгом смысле этого слова, потому что лично в моем понимании можно вести еще одно вести. потому что он все-таки не дожил до того времени, когда стали тотальные социальные сети. Точнее, он до него дожил, но он уже никак на это не отрефлексировал. То есть возраст был уже не тот. Если речь идет исключительно об информационных войнах, это вершины его творчества, войны в Залии не было, и подобные работы, то это не совсем то же самое, что мы встречаем сейчас в социальных сетях. Я имею в виду систему СМАК. Это принципиально новый семиотический знак, который, несмотря на его, на первый взгляд, незначительность, нуждается в фундаментальном философском осмыслении. Потому что это не слово, это не образ, это не символ. Это специфический семиотический знак, который работает весьма-весьма специфическим образом. Он очень повышает нашу коммуникационную способность, но при этом требует, чтобы мыслили именно в его категории. Напомню, что такой человек, как Чичелев, основатель термина, тот, кто ввел термин структурализм, и вообще основатель структурализма как такового, в начале 20 века, когда разложил всю физическую жизнь человека на 30 тысяч составляющих, которые были выделены в отдельные категории, подвергся к колоссальной критике, что это человек, где убивают глубины человеческой психики, что это вообще 30 тысяч, это так мало. Но можете ли вы представить себе 30 тысяч смайлов, которые вы будете ежедневно пользоваться? Так что сейчас воспоминания Чичнири могут быть весьма ностальгическими. Что же происходит в нашу эпоху с картами Таро? Дело в том, что все чаще появляются такие колоды, которые предполагают, что в любом окружающем явлении нас, то есть нашего мира, можно отыскать все 22 старших аркана. Ну, к примеру, такая колода, как Таро Парижа, да, и другие Таро городов, вот, относительно недавняя колода, таких колод очень много, которые обычные архитектурные, скульптурные феномены, окружающие нас, интерпретируют с точки зрения, символики системы Таро. Это могут быть обращения к искусству прошлого. Ну, есть колоды Таро Баттичелли, Таро Иеронима Восха, Таро Клинта и так далее. То есть понятно, что эти акторы не создавали колоду Таро, а автор колоды наводит в их творчестве все составляющие старшего аркана. Также это могут быть посвященные колоды тому или иному литературному произведению. Ну, есть Таро Некрономикона, Таро Гарри Поттера и все что угодно. Здесь не нужно смеяться, потому что это рядоположенные. Здесь речь скорее идет от низкого до высокого, но это одно и то же. Это попытка найти в внешнем, не связанном с системой Таро явлений все составляющие этой системы. То есть взгляд на мир сквозь призму системы Таро. Если ренессансный прорицатель при дивинации видео в картах те события, которые произойдут с Кверальтом, то здесь мы видим точность и наоборот во всех событиях жизни Террины и Аркана. И это страшно. Понимаете? То есть получается, это как раз классический пример симуляторов третьего уровня, потому что здесь речь идет о том, что мы видим все как семиатический знак. Там-то было разделение между макро-госмом и микро-госмом. Аналогия связывала их. Здесь речь идет о рядоположенности внутри семиатической системы. То есть наша окружающая реальность является реальностью семиатического знака. То есть в этой эпистемии существует только то, что обозначено? В этой эпистемии А существует только то, что обозначено. В виртуальности, в пространстве виртуальности существует только то, что поддается интерпретации записи, дескрипту с помощью машинного кода. Машинный код может быть разным. Это самый хороший пример. Это бинарная система, которая у нас чаще именуется цифровой, на самом деле диджитал, то есть бинарный, более точный код как бинарный, когда появляются вопросы-ответники по типу да-нет. Простите, вы наше упомя. Именно с середины 20 века приобретают все больше и больше распространения система бинарного кода. То есть, как в школах сейчас отвечают, выбрать из предложенных систем. И это является системой обучения. Почему? Потому что так проще адаптироваться под использование средств цифровых. В ботанических определителях они где-то в 19 веке появляются в конце. Там логика другая, не нужно одно с другим связывать. Там это все-таки логика различия. Логика различия это то, что вы правильно привели в пример. Это бифоновская модель, когда мы выделяем только один фактор, ну допустим, только цвет цветка, игнорируя все остальные и сравниваем по типу наличествует-отсутствует. Но это не то же самое. Потому что в современных опросниках, ну по типу ЕГЭ и так далее, здесь можно сколько угодно его критиковать, но вы его никуда не денете. Это то, что является репрезентацией современного типа мышления. Это можно говорить, что это плохо, это хорошо. К этому нужно адаптироваться и все. Если мы к этому не адаптировались, пути назад нет. Путь назад это тоже один из симуляторов. Все равно мы идем вперед. Предпеду энерготическую сейчас и совершим премию. Ну, и в данном случае вот эта бинарная система, она ничем не отличается от нуля и единички компьютера. Наличие-отсутствие. Наличие-отсутствие. Такой же системой машинного хода является и старший Арканта Роса. Есть то, что входит в него, есть то, что не входит. Или там пентаграмма. Ну, мы знаем, что европейская классическая пентаграмма это одно, да? Четыре стихи и дух. Китайская классическая пентаграмма это совсем другое. Этому даже можно найти культуральное обоснование, оно вполне закономерно, оно и есть. Китайцы, которые в бамбукахе, да, живут, не могли миновать дерево. И так же, как, ну, у них нет воздуха, ибо он не виден, да? Да и ветра особо такого нет, как на побережье Лады, где ничего, кроме ветра, как раз нет. Поэтому понятно, откуда проистекают эти отличия, но видеть мир с помощью китайской пентаграммы и с помощью пентаграммы европейской, вы будете простить за себя. Вот в чем дело. То есть, все системы являются системами семиотических знаков. И реальность попадает туда, как встроенная в эту систему. То есть, в данном случае, первичная оказывается семиотическая система, а не вторичная, как в эпоху классицизма, когда мы ее придумываем и с помощью ее анализируем. Ничего подобного. То есть, то, что мы придумываем, уже вписано в более широкообъемную семиотическую систему, которую Фуко и называет эпистемой эпохи. Таким образом, современные карты, конечно же, являются весьма и весьма другими. И показательными колодами здесь являются те, когда авторы обращаются к своему же творчеству, притворяя в жизнь все 22 старших оконоподавших. Ну, наиболее показательной лично для меня в этом смысле является колода Гиггера, в которой использованы на 90% рисунки из некрономика. Написаны значительно раньше, чем было вместе с Акроном создана колода. Гиггер не принимал принципиального участия в создании колоды. Колоду создавал все-таки Акрон. При, так скажем, пассивном участии Гиггера. Гиггер разрешал, соглашался или не соглашался, но делал все другой человек. И интерес представляет также в этом смысле колода Сальвадора Дали, в которой используются также рисунки Сальвадора Дали, уже созданные на данный момент. Здесь речь идет все-таки о таких примерах миллион. Я показываю просто некие знаковые явления. Все-таки Дали, Гиггер – это художники масштабные. Таких примеров, я уже говорил, того Гарри Поттера. Туда же, да, пойдет? Потому что, когда создавался Гарри Поттера, оно не предполагалось в расчете на 22 строк шарка. Но там можно найти, как в чем угодно можно найти. Все-таки Рассвет – это не именно доведение до логического завершения, как раз модели трех семерок Кроули, где он говорит, что вот есть универсальная модель «32 пути мудрости», и, соответственно, эта модель может быть наложена на все, что угодно. Богов, растения, животные, ароматы. Нет, потому что семиотическая система может быть любой. Я показал уже. Ну, простейшая и наиболее наглядная – это диджитал, это бинарная. Потому что проще уже не может быть. Либо ноль, либо единичка. Да, упростить ее уже не будет. Поэтому она столь совершенно работает. Ну, поэтому же и она имеет свои ряд ограничений. И поэтому говорить, что каббалистическая систематика является аналогом симулякра третьего уровня – нет. Это она является аналогом его корни в возрожденческой системе, то есть тождественности микромира – макромира. Что есть некий макрокосм, в нем все расположено определенным образом, а здесь мы видим лишь отражение того, что расположено там. Нет, семиотическая система не предполагает того, что она является реально существующей. Вот в чем дело. Ее-то тоже нет. Игорь Шмидович, а вот, допустим, такое… Можно я это скажу все-таки? То есть смысл в чем? Что знак не существует в реальности. Знак – это наша форма познания реальности. Но без него мы ее не можем познать. И изменение формы познания реальности. То есть из обращения. Допустим, мы смотрим на мир сквозь призму 22 старших арканов. Мы видим один мир. Мы смотрим на мир сквозь призму семи планет древних. Мы видим другой мир. Мы смотрим на мир с помощью бинарного кода. Да, или систему смайлов. Мы видим еще и еще другую реальность. Но это не значит, что система бинарная, или система смайлов, или система АК-2 является фактом реальности. Это то, что позволяет нам обращаться к миру, но это не то, что стоит за миром, определяя его структуру. В этом принципиальное отличие между каролианской моделью и моделью симуляторов. Вот в чем дело. То есть ее не существует. Не существует кобалистической системы, как то, что определяет весь мир. Это просто одна из форм, с помощью которых мы мир можем упорядочить для себя. А можно использовать бинарную систему. И здесь ключевой вопрос, самый важный. То есть кажется, в данном случае, что может быть более антинаучного, чем попытка всматриваться в реальность с точки зрения поиска в ней 22 старших арканов, то есть когда у нас есть уже предзаданный ответ, и нужно лишь его найти. Да, но это антинаука. Получается. Потому что все, что не подходит, мы игнорируем. Но здесь есть очень-очень важный момент. Почему все-таки Таро важно, и учить его нужно. Так как это сложившаяся и выстроена символическая система, она позволяет нам видеть в реальности другие грани, чем мы увидим, но предположим, через астрологию. Предположим. И для того, чтобы нам не попасться, то есть для того, чтобы не быть в любой воде, и не думать, что то форма восприятия мира, то есть не думать, что воспринимаемая нами реальность является реально существующей, а не всего лишь некими датчиками на приборе, на панели приборной, которые показывают нам наличие веса объекта, на отдаленности от нас этого объекта и так далее. То, что мы видим, это то же самое, что видит пилот, какого-нибудь бомбардировщика, у которого вообще нет стекла. Он просто видит датчики. И эти датчики сообщают ему всю необходимую информацию о том, как ему нужно обращаться с реальностью. То, что мы видим, не является миром, а является всего лишь навсего этими датчиками, необходимыми для нас, для того, чтобы мы удачно с этим миром вступали в коммуникацию. И для того, чтобы наше обращение с этим миром действительно было успешным, нужно использовать разные системы. А вот тут-то как-то такое оказывается незаменимыми, потому что их много. Есть французская школа, английская школа, в английской, карулянская, вайковская и так далее. Есть и Тейла, и есть астрология, и сколько угодно других систем. Если мы ситуативно выбираем ту систему, с помощью которой мы будем подходить к анализу данного контекста или данной ситуации, то мы оказываемся в плюсе по сравнению с тем, когда мы считаем, что данная ситуация является существующей самой по себе. И мы используем вот это пространство симулякра не для возвращения в какую-то несуществующую реальность. Понимаете, в чем дело? Вернуться назад в истинное пространство, как там люди уезжают в лес и так далее. Нельзя. То есть мы дошли, вот лежит здесь замечательная книга Томаса Метцингера, которая наконец-то была переведена на русский язык, где он показывает сотню примеров, что на современная наука нам мир не дам. Никаким образом. Нас не существует как таковы. То есть я не существую. Это всего лишь форма, структура контента феноменальной себя модели. То есть то, как она организована, от этого зависит наше отличие. Все. А что такое я? Это точка, с помощью которой центр нашего взгляда, с помощью которого мы видим окружающий мир. У всех он, естественно, одинаковый, в смысле, но мы все находимся в разных местах, и у нас контент и его структура тоже различны, опыт разный, да, и он по-разному организован. Поэтому, естественно, видение наше будет очень сильно отличаться. Так вот, для того, чтобы не поддаваться иллюзии некой природы, модного сейчас, да, очень в интерьерах природы, да, натуральные компоненты, которых, кстати, в самой природе нет. Да, есть достаточно положить какую-нибудь картонку или целлофан в лесу, и вы обнаружите очень быстро там какое-нибудь крупное существо, или того же ежа, или кого побольше, типа кролика-лиса, да, который сядет именно на целлофан. Но это можно легко проделать где-нибудь во дворе с котом или собакой. Да, кошки все время покинутся. В коробке создаются даже крупные хищники в зоопарках. Почему? Потому что она чище. Вылизываться меньше надо. То есть у кошки, то есть у тех, кто живет реально в природе, представления о приоритетности природного, над неприродным, нету точно. То есть это миф о природе, который появляется как компенсаторное явление того, что на самом деле природа нам не дана. И то, что когда мы идем в лес, это абсолютно такая же симуляция леса, как и то, когда мы смотрим или играем в виртуальном пространстве в компьютерную игру, или смотрим фильм. Разницы между этим нет никакой. И то, и другое происходит в коре головного мозга и является показателем определенных процессов, а не самими этими процессами. И для того, чтобы выйти из этой иллюзии, колоссальной иллюзии, нам нужны разные системы. То есть здесь нужно не вставать в контуры, а я против симулякров. Да и уже поздно. Здесь речь идет не о том, что симулякры захватили пространство, а речь идет о том, что мы наконец-то доросли о том, что наше восприятие мира перестало быть транспирентным. Оно перестало быть прозрачным. Раньше нам казалось, что это и есть сам мир, теперь мы видим, что так никогда не было. Его никогда не было, да, мира? То, что мы видим, это лишь наша наиболее удобная карта, маршрутная карта обращения с реальностью. Так вот, если у вас карты разные, бывают карты экономические, политические, геологические, астрологические. Так вот, если у вас карты разные, вы можете видеть разную реальность и извлекать из этого ту пользу, которая вам нужна ситуативно. Если вы владеете лишь одной картой, причем владеете априорно, просто воспитываемые, как нужно обращаться с миром, то, простите, вы очень часто будете приходить ситуацию с тупого там, где проблемы нет никакой. Вы утыкаетесь головой в стену и не можете дальше двигаться, а рядом дверь открыта. Вы ее не видите, потому что... Чем это отличается от прагматизма? Тем, что прагматизм вводит понятие ситуативности, да, ситуативного мышления. Но по-прежнему предполагаются существующими... Сама объективная реальность по-прежнему предполагает существующие на самом деле. Не в виде знака внутри нашей системы, а на самом деле. То есть мы, есть мир и есть мы. Это система 19 века. Да, теперь мир мобилен, но мобильный, если мы тоже мобильны, мы в этом мире лучше адаптируемся и приспосабливаемся. То есть сейчас нету мира. Есть только наш подход к предполагаемой реальности, с которой мы воспринимаем только то, что на вас может оказать определенное воздействие. Все. То есть здесь мир перестает быть самим по себе, а становится включенным в нашу же систему знаковую, в которую включены мы сами, да, как тоже составляющие этой же знаковой системы и так далее. Гриша, это связано с квантовым подходом? В какой-то степени да. В какой-то степени да, хотя парадокс Боровский, он все-таки венчает 19 века. Да, вообще парадокс. Он на переходе. Как парадокс, он венчает по себе 19 век. А вот тут наиболее важный момент. Дело в том, что я вам показал систему симуляторов Бадрияра и систему Мишеля Фукойписти. Конечно, я ее рассказывал весьма уже проинтерпретированным образом, но принципиально я их не нарушал. А вот теперь встанет весьма правомочный вопрос. Очень часто и у вас он возникал, и у меня он возникал еще раньше, и он возникал у многих критиков этих работ. Допустим, обратиться к современному школьному образованию. Оно же по-прежнему основано на изучении элементарным. То есть по элементам. Не простым, да, по элементам. Которое является воплощением классицистской модели мышления. То есть мы сначала располагаем все так, как будто бы оно статично, а потом добавляем к ним динамическую составляющую. На более поздних ступенях обучения. Такая модель обучения существует даже в искусстве. То есть там в колледже есть такой предмет музыкальный, как элементарная теория музыки. Понимаете? То есть музыка, разложенная по элементам. Хотя реально бывают лишь ситуации. То есть ни один из этих элементов отдельно существовать на самом деле не может. То есть сначала дается какое-то классическое знание? То есть дается классическое знание, которое является фундаментом. И вот здесь, после этого правильно вы сказали о том, что динамическая составляющая, типичная для 19-го, начала 20-го века, по-прежнему существует. Да. И вот тут нужно сказать, неужели эпистемы последние три проникают друг к другу? Нет. Здесь наиболее важный момент, который поможет нам отделить карты разных эпох. В классическую эпоху все было расставлено по полочкам. И знание, к которому стремилась классическая эпоха, это знание универсальное и наиболее точно отражающее отношение между человеком и миром. В романтическую эпоху что происходит? Предшествующий базис не уходит никуда. К нему добавляется понятие динамизма. Но добавляется таким образом, что взрывает его изнутри полностью. То есть, что такое добавить динамизм в статичную систему? Это значит доказать, что она не действует. Вот тут появляется впервые в самой эпистеме понятие сипистемы симулякра. Или как я это называю, я ввожу метафору иной сцены. В 19 веке появляется иная сцена. И именно все феномены парадоксальные появляются в эту эпоху. То есть, мы стоим на основании классического мировоззрения, но одновременно мы стоим на основаниях, которые полностью противоположены к классическому мировоззрению. Вот он, симулятор. Что такое симулятор? Это копия, не имеющая подлинника. То есть, что такое динамическая модель мира? Это копия классической модели мира, которая не похожа на нее абсолютно. Понимаете? Но она ее копия, потому что это тоже модель мира, и которая сосуществует одновременно. И одна, и другая. Как это сказывается на карте 2? До элементарнейшего мировоззора вам покажу. Смотрите. Классическую эпоху Аркан-дурак это сумасшедший. Это глупец, бездумец, который не понимает духовных истин. В данном случае, это дурак же Веленовский. У Итейла он значит то же самое. То есть, это именно идиот. Тот, кто не понимает ситуацию. Однозначное, прямое определение. В 19 веке этот же самый дурак разрывается на две части. Особенно это здорово можно наблюдать во французском, более древнем. Культизм, иначе английская школа. Где с одной стороны Освальд Вирт пишет о том, что дурак это айнсов, это нирвана, это высшее, что только можно достичь. С другой стороны, он его соотносит с путем шин. То есть, вы представляете, где айнсов, то есть, над Эц Ахаим, да, древом святым. И путь шин, ведущий в Мальфут. То есть, это и верх, и низ сразу же. И это карта, которая выполняет по большому счету сразу две функции. Это и карта материалиста, как то, что идет между судом и вселенной. И это карта, которая является картой арканов, аркан-арканов, которому вообще не может быть места в самой колоде, ибо он включает ее в шуте. Вот это принципиальный разрыв, вот эти две сцены. А в чем отличие от классицизма? Кажется, там систему, и тут система. А черт из два. Эта система ситуативная. То есть, там выпадает вам шут, да, дурак. Значит, глупость делаете, неправда, ошибка. Выпадает вам здесь дурак. А может быть, это вообще откровение, а может быть, правда глупость делаете. Вот это принципиальное противоречие, которого пытался избежать классицисты Тейла, у Уайта представлено в полном объеме. Что? Уайт ворует у и Тейлы, прежде всего. Прямое и обращенное положение карты. Но, если у и Тейлы прямое и обращенное положение карты, значит, именно нечто одно и нечто прямо противоположное, в редчайших случаях это и то, и то, и с другой, и другой стороны то же самое, но никогда не может быть, чтобы одно, одна сторона карты значила нечто взаимоисключающее. То есть, если вы точно выучили систему Тейлы, хотя она очень сложная, ваш любой расклад не имеет множества интерпретаций. Он однозначно, четко читаем. Иначе бы это не было классицистским подходом. Он нагляден, он очевиден. Если вы выложили большой расклад у того золотой зари, то, простите, у него будет столько же интерпретаций, сколько возможностей перестановки этих арканов. То есть, значительно больше, чем 78. и это и окрыленный, духотворенный поэт, творец, дух, творящий, и в то же время действительно безумец. Это значение никто не сбрасывал со счетов. То есть, во французском оккультизме дурак разводится, развивается, по крайней мере, кобалистически, хотя и соединяется в одной карте. В английском оккультизме его помещают в одно место, это путь Алиф, но он по-прежнему содержит взаимоисключающие составляющие. Дур, глупость и одухотворенность. Экстаз безумный. Но, таким образом, что мы здесь видим? Две сцены, объединенные одним пространством. Карта одна, смысла два совершенно разных. Но самое-то важное, подход. То есть, подход к ним ситуативный. Что это? Безумие? Или это озарение? Мы решаем по ситуации. А это и вскрывает то, что мы находимся в зоне эпистемы рынка. Эпистемы 19 века. Потому что мы интерпретируем по ситуации расклад. А это мышление. Как раз, эпистемы рынка. Что происходит далее? А теперь представьте, если мы имеем две составляющие, классицизское мышление и мышление А. Ну, условно, знаем его статично и динамично. Условно. Это значит, что можно стоять на одной сцене и констатировать нечто о другой. А можно стоять на другой сцене и констатировать нечто о ней. Здесь есть уже два пространства, которые можно занимать. Уайт, естественно, занимает статичную позицию. Он, естественно, прежде всего склонен к классицизму. Не случайно он ворует у Этейла и так много. И не случайно он критикует Этейла. Вы смотрите, как он критикует Этейла, с какой позиции. Он критикует того Этейла на основании того, что Этейла якобы применял в базовой марсельской колоде много чего. Но почему мы решаем, что марсельская колода базовая? Вот здесь важный ключевой момент. Потому что ее больше... То есть она более успешно продавалась. А это, простите, плохо рынка. То, что... Если лучше то, что лучше продается, но, простите, это подход никак не классицизма. Это подход сугубо 19-го. А нельзя ли это считать? Все-таки в подходном ренессансе с точки зрения, что лучше то, что древнее? Нет, потому что здесь основание не того, что древнее. Понимаете, дело в том, что в 19-м веке представление о древности весьма и весьма относительно. Там, то есть, ну еще древнее какого-то, допустим, Солобуско, которое было знакомо Вайту. Она много древнее. Почему его не взять за основу? Она древнее на полтора века. Но он его не берет. Почему? Потому что она вы единственные, в этом экземпляре. А здесь много-много. То, что много, поиподлинное. Ну, и заимствуя прямое и обращенное, он исключает противоречие. Точнее, противоречие было исключено это это, а здесь это именно ситуативный подход. Это может значить то-то, а может значить прямо противоположное в прямом положении. Может значить то-то в перевернутом и прямо противоположное в перевернутом же. этот ход обесценивается. Этот ход обесценивается, он лишь накапливает смысл. Более того, Вайт вводит, например, три категории эквивалентов. Это может быть человек земли, что называется, человек с бытовыми вопросами пришедший, духовными вопросами пришедший, и человек искатель истины. Ну, то есть из вот три категории людей. Это же опять ситуативный подход. То есть нету некой универсальной истины, к которой обращались классицинские колоды, а сугубо ситуативное решение этого. Почему Этейла оказался Вайту революционером? А Этейла не был революционером. Я вам показал, что Этейла воплощает идеально концепции своего времени. Что он сделал? Он суммировал все. Понимаете, если Бизонсонская колоссальная традиция отказывается от папесцы и папы, то каким образом Этейла должен был их включать? На каком основании? Он исключает все приходящее. Эти афганы отсутствуют в одной из классических традиций, значит, их нужно убирать. То есть они есть в Марселе, но их нет в Бизонсоне. Или допустим, зачем дублировать карты двора, то есть император и императрица, когда они есть в дворе. Он суммирует Менкеату, он суммирует Триумфы, он суммирует Таро в 22 аркана, потому что он их соотносит с 22 буквами. И ему это удается совместить все минимальным количеством составляющих. Это не революция. Это не революция. Это совершенно иное. Но в эпоху 19 века каждое новое воспринимается как то, что пытаются сегодня продать. И только с точки зрения 19 века и Тейлор мог казаться волюнтаристом, который сделал к свою колоду как некий коммерческий ход. А вот у меня что-то другое. Это подход 19 века к 18. 18 таким образом никак не мог казаться. Вот в чем дело. То есть Вайт выдает себя с головой. Чем же отличается караулианская колода от колоды вайтерской? Я уже сказал, у нас две сэны. Мы либо стоим на статичной, но включены в динамичную ибо их две, либо стоим на позициях динамики, но включены в статику, потому что они неразрывно связаны. Караули стоит на другой а становится на позицию рынка, на позицию ситуативности, на позицию динамики. Караули. То есть поэтому его колода даже внешне существенно отличается от всех предшествующих. Она динамична. Она динамична даже по самим рисункам. То есть здесь мы видим, как правило, некую застывшую сцену, там мы видим сцену, реализующуюся в динамике. Более того, Караули уже не важны эти статичные соотношения. Он позволяет себе взять за основу допустим английскую систему Торой, но переставляет назад правосудие и силу. То есть как это было в Марселе. То, что это образует сложную петлю, которую скорее он лично для себя объяснил, чем для кого бы то ни было еще, то есть это не имеет для динамической модели никакого значения. Важно то, что она работает и то, что она работает здесь и сейчас. Он не случайно то, что Кроули практик. Это если золотая заря это все-таки больше орден теоретиков, французская школа оккультизма этого времени это вообще теория магии, чем сама магия как таковая. Кроули стоит на позиции тотального эксперимента, на позиции движения. и это отражено в колоде в полном объеме. Однако его колода по-прежнему отсылает к идее некой возможности внешней реальности. То есть она не относится к симулякрам. Симулякров в ней нет абсолютно. И что, как отражается это? Он же говорил в своих книгах, что любая модель эта модель порождает смысл как что-то искусственное. Все слова священные, все пророки истину только понимают они мало. Это же как раз и есть идея. Нет. Это значит, что за даат есть кедр. А, что? Это значит, что за даат есть кедр. Все. Понял. В этом выец. Что за даат есть? За даат кедр. Каулю в это верил. А здесь получается ничего, кроме даты. И мы попадаем в третью модель, то есть в модель современную, в модель симуляров. Смотрите, каким парадоксальным образом. Казалось бы, должна система, была существовала система рынка с системой таксономерии. Что нового приобретаем в середине 20 века? Какая из них уходит на второй план? А не какая? К ним добавляется еще одна сцена. И эта сцена добавляется весьма интересным образом. То есть если модель рынка полностью копировала классическую отрицаю ее, то новая иная сцена имитирует не одну из этих предшествующих, а разрыв между ними. То есть в 19 веке всем казалось, что есть некая единая реальность, но к ней применяются разные подходы. Но есть например карта шут одна, но она может значить то-то, а может значить что-то прямо противоположное. В 21 веке ключевым антагонизмом является реальность и виртуальность. Но на самом-то деле мы же знаем, что реальность и виртуальность это семиотические знаки внутри виртуальности. То есть там было единство, представленное внутренним антагонизмом, здесь наоборот, внешне антагонизм представленное единство. И как это может быть выражено второй? Появлением новой карты бура. И такие дополнительные карты, которые не имеют номера, они не называются бура, они просто не имеют номера, появляются в целом ряде калод, одна из первых из них это пароль гигера в последней версии, та, которая уже вышла в 21 веке. здесь появляется карта вирус, которая является неким симулякром карты дьявол, которая является симулякром рисунка Бофомета или Василии. Чувствуете? Вот это, вот то, что появляется сейчас. Что такое вирус? Это получается разрушительный аспект дурака. Это тоже ничто, но это ничто другого плана. Это ничто как тяга к саморазрушению. Получается, дурак по-прежнему как был феномен, так остался один и тот же, а карты уже две. То есть в 19 веке у нас одна карта, но два прямо противоположных смысла. Теперь у нас два прямо противоположных смысла, точнее смысл относятся к одному пространству, пространству дурака, но они разведены на две карты. И второго Акрона, тоже весьма такая известная колода, мы имеем карту темное дитя, которая обозначена перевернутым анхом, вместо анх, символ жизни, да, перевернут анх, тяга к смерти. И это как раз тяга человека к саморазрушению. Здесь мы видим черное солнце, да, и ребенка, который втаптывает в грязь этого человека. То есть обе эти карты являются теневым аспектом ничто. Не дурака, как Аркана Торо, а одну из составляющих дурака, как он трактовался предшествующей кристине. То есть поэтому каролианская колода, как бы она ни была замечательна, она не может отражать ту мультимедийную виртуальную реальность, которая появилась после смерти кароли. То есть уникальность как раз любого явления является его своевременность. То есть если как раз то, что бывает часто в свою эпоху не признали, а сейчас признают, значит это на самом деле не очень уникально. Потому что оно не показательно для своей эпохи. Оно показательно для нашей, оно так не мыслилось. Значит автор тут не совсем при чем. А если кроули максимально репрезентативен для своей эпохи, более того повторюсь, для именно взгляда на эпоху рынка с точки зрения динамизма это единственная такая колода. То есть она в этом смысле абсолютно уникальная. и здесь как бы показывают все плюсы только Таро Тотто. Поэтому я рассматриваю Таро Тотто во всех своих книгах и вот которая лежит книга и та которая сейчас выйдет и те которые грядут потому что это одна из визитных карточек историков Таро. Ну а так же как и Таро и Тейлы так же как и возрожденческие там Монтенья и так далее То есть введение понятий иной сцены и иных сцен в принципе как таковых вот этой сложной системы имитации в одном случае иного пространства в другом случае самого разрыва между этими пространствами мне кажется является гипотезой моего исследования которая позволит избежать всей критики которая была направлена на эпистемологию Мушетоку Кокорпа То есть если мы не говорим что эпистемы всегда меняют друг друга одинаково Здесь они тоже сменили себя тотально Если мы видим взаимодействие двух сцен это уже не классицизм Даже если мы придерживаемся якобы таксономической модели как будто бы классицизм но если при этом присутствует взаимодействие двух сцен это уже не классицизм и она меняется на тотальном уровне значит это все равно эпистема То есть не то что эпистему нужно упразднить до парадигмы лишь одного дискурса, что вот в науке это было, а вот здесь, допустим, этого не было. Нет, эпистема тотальна. Я позволяю ее сохранить за счет введения новой метафоры. Ровно как и избежать отождествления там второй Гигера, допустим, с теми тенденциями, которые были намечены в Торо Алистера Краули. Нет, нету между ними, то есть между ними различия больше, чем общего. А вот тогда такая, правильно ли я понимаю, Оша в Зонтаро появление 23-го Аркана Мастер, где Оша помещает удасть свое изображение, как выход из круга. Это можно соотнести? Можно, можно. Равно как и Тару Хайдля, в котором, получается, на первый взгляд, кажется, чем Тару Хайдля отличается от Тота. Ну тоже там динамические картинки, тоже там замечательно все. Более того, судя по всему, свою картину там не использовал, по крайней мере, мне об этом не известно. То есть это именно созданный специально для Аркан, да, картинка? Во, может быть, я ошибаюсь, но мне такая информация не известно. Но он вводит туда вторую семиотическую систему – армонический футарк. Что же там? Армонический футарк. Там руны армонического футарка Гвидофонлиста. И, получается, сохраняя логику соотнесения с алфавитом иудейским, то есть расположение каббалистической Арканов, он выстраивает армонический футарк, но заметьте, то есть, казалось бы, это просто добавление одного языка. Нет. Потому что мы знаем перестановку классическую восьмого и одиннадцатого Аркана. Так вот, с точки зрения порядка Аркана он дает одну систему, а с точки зрения расположения буквенного РУН – другую. И вот тут-то они совершают эту петлю, показывающую, что это две разные семиотические системы. И какая из них проясняют другую? А вот тут-то… Понимаете, это РУНЫ, проясняемые картами ТОРО или, наоборот, карты ТОРО, дополняемые РУНЫ. А ответить на этот вопрос будет невозможно. Поэтому ТОРО Хайндля абсолютно идеально вписывается в современную нам систему. Я долго ломал голову над Хайдлем, потому что я не мог его проинтерпретировать как современная нам система. В чем она современная? То, что он родился до симуляторов третьего порядка, ни о чем не говорит. Он ее создал в 80-х же. Правда, что он был в концлагере? Насколько я понимаю, по крайней мере, такая информация в сети есть. Но создает он свою колону на исходе 20-го века, 80-е годы, поэтому она должна была отражать эпистему современную нам, ибо эпистема тотальна. Как она ее отражает, я это попытался продемонстрировать. Более того, на ДУРАКА вводят дополнительную РУНУ. То есть, если я правильно понимаю… Это тоже два ДУРАКА. РУНУ там по смыслу особо не крик, просто мы… Они в алфавитном порядке. РУНУ расположены в алфавитном порядке, просто это не РУНУ старшего кутерка. Это РУНУ армонического кутерка. А видов онлеста их меньше. И они другое совсем означают. Совершенно другое значение у них. Более того, у них даже совершенно иное название. Даже которые внешне похожи. Ну… То есть, в колодах современности происходит всегда взаимодействие более чем одной модели? Да. Более того, показана их относительность. Угу. То есть, и своего рода, получается, в чем смысл? То есть, Таро Бафамет, да, Таро преисподний, показывает, что творчество Гиггера можно преподнести через систему Таро. Там Таро, допустим, Дали тоже самое делает. Там Таро Гарри Поттер и какие будут другие. Таро Гиггера демонстрируют, что систему РУМ можно прочесть через систему Таро. Это не то же самое, как это классицистская логика упорядочить все и все. Типа есть иудейский алфавит, а еще есть планеты древних, а еще есть как-то Таро. Нет. Это взгляд с помощью одной системы. Через один язык на другой язык. Угу. Я вот пытаюсь наложить вот эту модель модерн-постмодерн на ту, которую Вы описали, троичную классицизм рынок и современность. Каким образом они нападают? Получается модерн как раз рынок. Модерн это как рынок, да. Динамизм. Динамизм. Но видите, вся фишка в том, вся проблема в том, при интерпретации этой сложной системы, и нашей еще, в том, что не учитывают понятия разных сцен. Потому что мы можем действительно столкнуться с тем, что в начале 19 века мы видим фактически чистый классицизм. Представленный, в частности, в искусстве академизма. Но это не он. Вот там в чем это дело. Да, потому что он предполагает уже реакцию на динамизм. Это уже наличие двух сцен. И отказ от одной в пользу другой. Вот в чем дело. Чего в классицизме не было. Более подробно и с большим количеством примеров, возможно, более понятно, это будет изложено в новой книге. Повторюсь, это превью всего лишь одной единственной главы. Из той книги, которую я закончил уже. Сейчас по причине, так скажем, прокрастинации верстальщика, это очень сильно затягивается процесс. У меня все давно готово, но не готово верстать. То есть она не готова не потому, что она сложная, а потому что она просто не делается. А когда книга будет, думаю, в любом случае летом. В любом случае летом. Книга объемная, в вордовском файле это 500 страниц, без рисунков. А там еще больше 200 рисунков. Так что... Нет один. Даже 700 страниц мы еще не сможем сделать. Мы это все вполне-вполне хорошо уваживаться в 380. То есть там шрифт просто будет чуть-чуть помельче, он читаем. Я это все контролирую, все как бы выверяется до мелочей. Так что все будет, все будет, и будет там то, что я сегодня рассказываю. Причем будет в версии, представленной с большим количеством цитат из тех мыслителей, которых я сегодня лишь представлял, но им слова не давал. А там будут выбраны необходимые цитаты, что позволит, конечно, в эту идею погрузиться значительно глубже. Так что благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.